Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Хочется или ограничиться в представлении ничего не рассказывать про себя, или рассказывать очень долго, прямо в непонятной ситуации нахожусь. То есть официально я 17 лет тренер-консультант, ну и много чего еще неофициального. У нас с вами разговор про прикладную эмпатию. Что такое эмпатия не вызывает вопросов? Давайте быстро проверим, что такое эмпатия. Я в 15 лет был сильно удивлен, когда мой друг, человек, которого я знаю с детского садика и со школы, мы очень долго дружили вместе, плакал над фильмом самого Волка Ван Дамм. Ну, может кто-то смотрел или хотя бы слышал. Кто иногда плачет над фильмами, не обязательно мелодрама, и очень часто делая вид, когда близкий человек спрашивает, что с тобой, ну не знаю, аллергия что-то попала в глаза. А кто, когда смотрит хороший детектив, не фиговый, а хороший детектив, там, не знаю, фаргу или настоящие детективы, такой, ага, сейчас через 10 минут произойдет вот это, вот будет сюжетный поворот, вот это, вот это, вот это, и через 10 минут точно так же, как будто вы с сценаристом. Ага, спасибо. Ну, в принципе, все, это эмпатия. В эмпатии есть две составляющие. Первая такая, совсем условно, я вот такие условные вещи пока буду рассказывать. Условно мужская часть эмпатии, понятно, что в голове у каждого человека, вне зависимости от юбки или брюк, это все вместе, это слитого, едино, ну вот условно делится. Мужская часть эмпатии, это способность понять мотивы поступков другого человека. Почему он так поступил и как он поступит в следующую секунду? Просчитать партнера. Условно, совершенно такая женская часть эмпатии, это умение сочувствовать и умение сопереживать. И действительно, в каждом человеке это слито воедино, в разных пропорциях, как получилось, как пятно бензина на воде. И если у человека очень много понимания и нет сочувствия, то это такой аферюга, который может построить такую безупречную схему, в которую будут все попадать, как на липкую бумагу насекомые. Только там сочувствия же нету. Ну и что, что я грабил там полтора миллиона человек, это бабушки. Понимание без сочувствия, это садист, который может предсказать поведение жертвы, но что будет дальше, лучше не знать. А бывает наоборот, бывает очень много сочувствия без понимания. Сочувствие без понимания, это официальное соболезнование, не до бог произошла какая-то трагедия. Тебе формально соболезную, ты это понимаешь, но теплее тебе от этого не становится, и радости у тебя-то не вызывает. Теперь, о чем будут разговоры и к чему все это? Вот, ей-богу, я не знаю, как вы, я буду делиться на болевшим. Когда я вижу свою замечательную, прекрасную жену, вот как сегодня с утра, например, иногда, иногда, не всегда, у нее разный гардероб, иногда я никак не могу понять, почему в этом замечательном нижнем белье, который я покупал за 12 тысяч рублей в специальном магазине, карточка, сзади такой, такая жесткая этикетка, вот, которую отпарывает, там и так-то, ну, в принципе, там, такие размеры, что отпарывать нечего. То есть, вот она сзади, натирает копчик, моя любимая женщина, ей некомфортно, мне некомфортно, я вижу красненький копчик, покрасневший. Ну, как вот так, производители вот этих штуки, таких тонких, дорогих, элегантных штук, сделали сзади такую этикетку, которая вообще никак не бьется с дизайном и приносит неудобства. Ну, это ладно, я не знаю, как вы, я покупаю молоко принципиально в пластмассовых бутылках, хотя с детства привык к большим стеклянным с крышками из фольги, но это было довольно. Я понять не могу, почему производители молока делают квадратные пакеты молока, которые кладешь в пакетик в магазине, он рвет на выходе пакетик, оттуда высыпается все, и все видят твою потребительскую корзину, и ты после работы так, на ту же наклоняясь, начинаешь собирать всю эту потребительскую корзину обратно, потому что пакет молока порвал вот эту штуку. Ну, и я действительно это не понимаю, и, пожалуй, последнее. И, пожалуй, последнее из недавнего. Вчера еду в такси, мужчина такой большой, килограммов 120, а у него навигатор настроен, я до этого не замечал, навигатор его предупреждает о светофорах. Светофор. Светофор. Женкий голос. Светофор. Что ты мне говоришь, светофор? Я знаю, что светофор. Я что, не вижу, что ли, светофор? Ну, мужчина здоровый, я аккуратно подбираю слова. Вы с навигатором разговариваете? Да, разговариваю с навигатором. А что? Ну, я говорю, вы простите мне мою наивность, и вообще, я не имею на это право, но я не могу удержаться. А зачем? А чего она таким ехидным голосом не говорит, что светофор? Вот. Другими словами, у людей всегда складываются свои эмоционально окрашенные отношения с продуктом, с услугой. Некоторые разговаривают за бытовой техникой. У меня когда какая-то бытовая техника не работает, я ее могу побить и поговорить с ней после этого. Ну, такое странное сочетание, но такое бывает. У нас складываются разные отношения. И прикладная эмпатия – это разные приемы, я расскажу про один из них, которые позволяют понять логику, как выстраиваются отношения у клиента, у человека, у потребителя с продуктом. От момента первого знакомства, а там иногда или случается любовь с первого взгляда, или не случается любовь с первого взгляда, до момента эксплуатации, когда человек, если это в жизни, если это с продуктом, логика одна и та же, проверяет на соответствие свои ожидания. То, что я ожидал, соответствует тому, что сейчас происходит или не соответствует. И вот это такая цепочка, цепочка, в которой есть определенная конверсия. Может не купить, может отдать, может прекратить использовать. И логика разработчика, ну, простите за банальности, она никогда не соответствует эмоциям клиента. Маленький эксперимент, прошу поучаствовать. Я сейчас опишу продукт, ну, там, подумайте, там, предположите, что это за продукт. Так вот, языком разработчика его опишу. Двигатель внутреннего сгорания, четыре колеса с резиновыми покрышками, трансмиссия и двигатель смонтированы на ходовой части, рулевое колесо. Ну, ничего в голову приходит? Трактор, машина, автомобиль. Ну, а теперь просто это, языком клиента, языком потребителя, то есть, языком тех задач, которые он решает с помощью этой штукенции. Быстро и легко срезает траву, на этом удобно сидеть. Ну, никак не автомобиль, ну, минимум, хотя бы вот эта ржачная газонокосилка мини-трактор. С точки зрения расхождения логики разработчика и логики и эмоций клиента, для меня самый красивый, яркий, впечатляющий пример из шикарной, замечательной книги. Мне хочется верить, что она является и для вас культовой. Это Виктор Попаник. Ну, дизайн для реального мира. Такая классика жанра, когда мы, наконец-то, начали думать про потребителя и делать лояльные к потребителю продукты. США после Второй мировой войны одна из компаний, которая занимается вот этими вентиляторами домашними, которые охлаждают в зной, в жару, летом, решила выпустить на тот момент беспрецедентный вентилятор, решив беспрецедентную инженерную задачу. Вентилятор не шумит. Обалдеть. Ну, так, достаточно серьезное решение. Вентилятор бесшумный. И уже подсчитывали примерные барыши, объем рынка, который они захватят, и вообще там вот рисовали радужные картины. Вентилятор не продается. И тогда несколько неравнодушных менеджеров решили как минимум пройтись по нескольким домам, где были домохозяйки, и просто спросить, а что, вам не нравится наш вентилятор? И те им отвечали разные вещи. В какой-то момент проскочило между строки, потом стало повторяться, и стало понять, что мы нащупали. Ну, знаете, я вот... Голос такой, да, вот сейчас буду имитировать женщину, очень странно. Ну, это юрвидение. Ну, знаете, я это... Мотор же, если он хороший и работает, он же должен шуметь. Вентилятор, который хорошо вентилирует, он же шумит. А у вас не шумит. Значит, двигатель плохой, напор слабый. А зачем мне такой вентилятор? И они такие, бог с вами. Мы решили инженерную задачу, поразвлекались, но никто не отменял необходимости зарабатывать деньги. «Вентилятор будет шумный». И они откатили инженерное решение назад. Теперь эта зараза шумит, гоняет воздух. «Хочу отлично». Ну, все работает. «Хочу отлично». Итак, Что такое эмпатия на бытовом уровне? Таким кухонным, жизненным, семейным языком. Усталый мужчина возвращается с работы домой. Вечер, жены дома нет, на кухонном столе записка. На работе не жди, суп разогрей, поешь, вытри за собой. Ну, жены дома нет, но она прекрасно себе представляет все, что будет происходить в ближайшие 15-20 минут, и может, даже будучи на расстоянии, и не присутствуя рядом, оказать неоценимую помощь и услугу своему суженному и возлюбленному. Когда мы говорим про эмпатию и говорим про продукт, нас интересуют две вещи. Клиент всегда чего-то хочет, причем на разных этапах знакомства с продуктом хочет разного. И клиент всегда испытывает эмоции. На разных этапах знакомства с продуктом разные эмоции. И если его эмоции находятся в динамике развития, то есть они становятся все лучше, лучше и лучше, и если он получает ответы на свои хочу, 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 получу, 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 у нас получается этот баланс и получается то, что мы называем дружелюбный, лояльный продукт к клиенту. Ну и тогда конверсия очень позитивная. У нас там в идеале воронка продаж превращается сперва в трубу, а потом еще лучше в это. Ну такой, раз труб. Да, потому что зачем-то они с утра занимают очередь в магазин, когда приходит новая модель. Ну купишь ты ее через неделю? Нет, надо в очередь с утра и купить эту модель. Итак, зачем нам приемы технологий, которые позволяют понять эмоции и хотелки потребностей клиента? Для того, чтобы достичь уникального баланса и сделать продукт максимально лояльным и дружелюбным клиенту. Клиенты голосуют гошельками, другого источника дохода не придумали. Если вы делаете что-то для клиента, ну я вас поздравляю, мы счастливы. Как сказал предыдущий докладчик с оригинальным именем Алексей. Итак, прикладная эмпатия – это технология. Шаг номер один. И сейчас мы вместе с вами пройдем по этой технологии, чтобы у вас появилось представление, что это такое. Я еще для вас подготовил материал, потом раздам можно будет воспользоваться. Итак, мой друг в разговоре со мной говорит, слушай, мама у меня гоняет на метро, на жетонах, я решил тут жизнь облегчить, купил электронный проездной. Через некоторое время замечаю, мама не пользуется, продолжает ездить по жетонам. Проблема. Как мы выясняем, есть ли у нас проблема в процессе знакомства клиента с продуктом? Несколько причин. Первое. Я чувствую, что-то в тот момент, когда он нажимает кнопочку, меня самого, я нажимал на эту кнопочку 25 раз, тоже не очень устраивает, не могу объяснить, не могу назвать словами, но что-то не устраивает. Второе. Нам клиенты много раз об этом говорили. Слушайте, и третий момент, мы замечаем со стороны, это хорошо понаблюдать очень часто, полезно просто понаблюдать. Иногда можно спросить, если по какой-то странной прихоти судьбы вы не хотите понаблюдать, понаблюдать, это же интересно. Мы видим, что в этот момент резко меняется поведение клиента, клиентское поведение. Значит, там что-то происходит. У нас есть три сигнала, которые говорят о том, что у нас появилась проблемная область. Маме купили проездной, не пользуются проблем. Давайте сыграем. В голове, если есть листочки и ручка, лучше листочки и ручка. Итак, мама не пользуется электронным проездным в метро. Ну, я надеюсь, большинство из присутствующих не надо объяснять, что такое метро, свежо предание. Ответьте на вопрос, как вы думаете, почему. И если вы можете сформулировать проблему и причину, придумайте любой, на вскидку ответ, как ее можно решить. Почему мама не пользуется, что можно сделать? Буквально 30-40 секунд, больше не прошу, черканите, будет интересно. Проверим. Я вижу, как это черкание происходит прямо в голове, прямо в матрице долговременной памяти. Поднимите, пожалуйста, руки, кто совершил этот интеллектуальный подвиг вообще, подвиг мужественного, смелого человека, сделал то, о чем просит докладчик. Спасибо. О, спасибо. Нас несколько. Итак, первое. Мы определяем проблему. Ну, по какой-то причине что-то не происходит из того, что мы себе придумали и запланировали. Второе. Мы делаем раскадровку. Я сегодня посвятил с утра два часа тому, что перепроверял логику того, что происходит с мамой моего друга. Раскадровка. Раскадровка – это когда максимально буквально и механически я пытаюсь составить список из этих кадров, что конкретно происходит в этой проблемной области. А проблемная область выясняется очень просто. В частном разговоре с мамой, мама, почему ты не пользуешься подаренным электронным проездным, она ответила, ну, слушай, я не знаю. Подходить в кассу, чтобы положить на него деньги не очень удобно, там что-то люди стоят всегда в очереди. А к этому терминалу я подхожу, я не знаю, он мне пугает этот терминал. И мы берем терминал и начинаем кадрировать, что происходит с мамой терминала. Что происходит? Терминал исчез. С хлопком и запахом серы. Буквально, ничего придумывать не надо. Мама подходит к терминалу. Логично? Логично. Мама смотрит на экран. Мама тыкает пальцем. Мама смотрит на результат тыка. Тыкнула пальцем, посмотрела, ничего не понятно, что происходит. Мама кладет карточку в приемник. Вот слева он такой находится. Мама тыкает второй раз. Мама видит очек за своей спиной, спорва боковым, периферическим зрением, потом поворачивает голову, стоят люди и такое ощущение, что спину тебе уже просверливают в районе лопаток. Мама смотрит на экран и понимает, что происходит. Мама забирает карточку и поскорее уходит, не пополнив баланс, потому что ей стыдно. Да в гробой видал этот терминал. Не состоялось, не получилось. Мы сделали раскадровку. Мы искусственно, техническими приемами пытаемся понять чувства и мотивы другого человека, потому что в реальной жизни для этого нужно быть или профессиональным психологом, или очень много-много-много заниматься людьми. Это не всегда возможно и непозволительная роскошь. Сделали раскадровку. Технология простая. Я за вчерашний, за сегодняшний день сделал это уже несколько раз по просьбе клиентов. Это быстро. Третий шаг. Оценка. Все, что нужно сделать, это напротив каждого кадра, и я рекомендую по порядку, споро просто поставить знак. А вот в этом кадре мама испытывает позитивную эмоцию, плюс, или негативную эмоцию, и минус. Ребят, не пытайтесь определить эмоцию, их 64. Ну, при 8 базовых, а дальше пошли комбинации. Ну, и не ваша это работа, и мне тоже это не надо. Просто плюс или минус. Ну, так получилось, к сожалению, извините. У меня получилось, что мама везде испытывает непозитивное чувство и настроение. А вторым шагом, ну, для нее это такая стрессовая ситуация, некомфортно, неприятная. А вторым шагом я пишу интенсивность этой эмоции. Мама подходит к терминалу, такое легкое опасение, минус 3. Ну, как бы говорит мама. Мама смотрит на экран. Здесь раздается второй вздох. Мама тыкает пальцем. Мама смотрит на результат тыка, а дальше, если вы будете наблюдать со стороны, потому что если маму расспрашивать, она не всегда на это ответит. Помните, два вдоха до этого? Смотрит на экран. Ну, мама так, пожалуй, поличами своими, трицепсами это, и гримасы на лице. Пять, уже минус пять, то есть что-то произошло, перешел, ну, произошел переход, настроение ухудшилось. Мама кладет карточку в приемник, оно настроение уже не очень хорошее, гримасы, мама цыкает. Мама тыкает второй раз, цыкает. Боковым периферическим зрением видит, что люди стоят за спиной, поворачивается, видит этих людей, вот стыдно, да? Ну, в магазине, когда у тебя карточку, аппарат не определяет, ты начинаешь перебирать карточки. Маме становится очень стыдно. Резкий переход от пяти к семи, и следующий резкий скачок от семи к девяти. Разочарование. Мама смотрит на экран, ничего не понимает, забирает карточку, уходит, и буквально, сделав несколько шагов от терминала, у нее уже не минус девять, а минус десять, потому что теперь еще ей стыдно, что сын подарил, она не может воспользоваться, она не может быть благодарной сыну за подарок. Ей стыдно, что ее люди увидели в ситуации неуспешности, в ситуации, когда она не справилась. Ну, если бы шкала была не десятичная, да и по десятичной шкале, мама пройдет в состоянии минус двенадцать. Что происходит? Итак, сигналы, на которые мы обращаем внимание, мы делаем раскадровку, мы буквально расписываем поведение человека в конкретной ситуации. Когда я делал этот прием под смс-обучение, где у меня люди принимают приглашение в чат, у меня получилось принять приглашение в чат, это секунда реального времени, ну, две секунды реального времени, у меня получилось 14 кадров, и за этим кадром стояли эмоции и их изменения. На что обращаем внимание? Первое, вы всегда обращаете внимание на смену знака. Если плюс поменялся на минус, спасибо, плюс поменялся на минус, когда я делал это для сети магазинов перекресток, человек приходит с одной эмоцией на кассу, после общения с кассиршей, которая пакет большой, маленький, вот эти вот такие ритуальные фразы произносят, у него меняются и знаки, и интенсивность. Вот 4 секунды, он уходит уже в другом настроении, а магазинов много, я пойду там, где меня привлекает атмосфера, на атмосферу влияют, ну, такие простые вещи, особенно на кассе. Итак, мы обращаем внимание на смену знака, мы обращаем внимание на смену интенсивности. Эмоция была плохая, стала хуже. Эмоция была хорошая, ну, скорее, от 6 до 10, она осталась хорошая, но, к сожалению, от 1 до 5. То есть, смотрим смену знака, смотрим изменение интенсивности. И для нас это подсказка, которая позволяет сделать фокусировку. Мама тыкает пальцем, мама смотрит на результат тыка, 3-5, и мама кладет карточку в приемник, мама видит очередь, 5-7, а дальше просто по нарастающей. У нас локализовались 2 ситуации, 2 проблемы, у нас появилось 2 фокуса, которые нам, как технологам, как психотехнологам, как разработчикам продукты или услуги желательно решить. И тогда мы с вами переходим к следующему приему. Я когда раздам вам материалы, где есть подробное описание, как это делать, время на применение этой технологии 20-30 минут. Вы садитесь с коллегами, 20-30 минут, и вы думаете, что можно сделать, у вас как минимум появляются хотя бы инсайты, подсказки, идеи. Следующий шаг. Смотрите, я формулирую 2 фокуса. Мама не понимает это чувство, и это приводит к потребительскому поведению, неуверенное поведение. И второй, где сменилось 7 на 9, маме стыдно, и потребительское поведение, она уходит. Вот из всей цепочки взаимодействия мамы с терминалом есть 2 ключевые точки, 2 ключевых момента, 2 репера. Не понимает, ведет себя неуверенно, стыдно, она уходит. И значит, нам нужно сделать что-то, чтобы этого не произошло. Следующий этап решения, в принципе. Здесь несколько рекомендаций, не надо искать решение конкретное сразу, оно получается, как правило, очень дорогое, громоздкое, и очень часто оно вытекает из вашего предыдущего опыта и вы находитесь к плену того, что вы делали недавно. Поэтому рекомендуется сперва решение в принципе, потом вы ищете более бюджетный, более толковый, более качественный вариант. Итак, решение в принципе может быть на трех уровнях. Первое, техническое, механизмом, железом, устройством. То есть вы реализуете какую-то функцию, которая делает ситуацию стыда или ситуацию непонимания технически невозможными. Гуманитарное решение людьми, где-то какие-то люди, консультанты, аккаунты, менеджеры, операторы, преподаватели где-то собою, своей личностью и своим пониманием людей помогают не испытывать стыда или его снизить и помогают испытать ловкость вместо неловкости или вообще сделать так, чтобы ее не было. И информационное решение, текст, инструкция, алгоритм, пояснение, памятка, все что угодно, все что можно предоставить человеку и это облегчает ситуацию. Варианты. Итак, решение в принципе. Надо увеличить понятность действий. Мама тыкнула, смотрит, не понимает. Что можно сделать? Предлагайте. Я ж знал ответ. Доработать интерфейс? Это какое решение? А давайте гуманитарное, человеческое. Как в Сбербанке, да, я не знаю, мне нравятся, они стоят такие, тебе вот так, вот так, ты такой косячишь прям в тупую, они такие, не, нормально, нормально, помогают тебе, да, гуманитарное решение. А еще? Нарисать текстовую инструкцию рядом с терминалом. Текстовую инструкцию рядом с терминалом. Ну, варианты пошли, да? Смотрите, надо создать психологический комфорт, вторая проблемная точка. Что делаем? Техническое решение. Кабиночку или хотя бы шермочку какую-то, потому что, когда у тебя за спиной очередь, ну, это реально же давит, прям давит так, что можно упасть в грудь на терминал. Гуманитарное решение. Людьми. Вместо мамы карточку выполняют карточку. Это сыновье решение. Знаете, я вот к рекомендациям в вагонах метро места для инвалидов, беременных и пассажиров с детьми отношусь как к рекомендации. Если в вагоне никого нет, я сижу, если кто-то заходит из вышеозначенных, я вскакиваю и с удовольствием их сажаю. А если все переполнено, я еще кого-нибудь подниму и это, посажу. Я так поступаю, мне кажется, я не одинок. А если наверху будет написано, а я вот так вот делал без всякого объявления, но мне кажется, можно узаконить социальную доброту и социальный альтруизм. С терминалом будет написано, если перед вами наш замечательный гражданин испытывает трудности с терминалом, вы ему помогите, пожалуйста, просто. Ну, а не стойте у него за спиной. И мне кажется, очень многие ребята и девчата с удовольствием откликнутся на это решение, да? Ну, вроде бы. Это просто как вариант. Я же не настаиваю. А еще мне нравится техническое решение, таким как мама, выдавать специальные такие карточки, которые вот когда вставляешь, вставляешь в эту штуку, вообще запускай в терминале только один алгоритм. Клади деньги. И там нет больше развивок, потому что им не нужен другой алгоритм. Ну, это тоже просто как идея. Решение, в принципе. Итак, проверяем. Вот. Мы прожили вместе с вами почти 20 минут. Помните, у вас была гипотеза, что была за проблема с мамой, почему она не пользовалась электронным билетом, и вы предлагаете решение. Давайте просто проверим. Первое. У кого появилось другое понимание этой ситуации, другие формулировки этой проблематики относительно того, что вы уже записали? Ну, появились какие-то нюансы, аспекты? Спасибо. А у кого появилось теперь чуть больше вариантов идей, как можно улучшить эту ситуацию взаимодействия мамы с терминалом, чем было до того, как я спросил первый раз? И вот мои единственные семь поклонников фан-клуба. Спасибо вам большое. Ну, как минимум, для восьми человек, включая меня, из присутствующих, короткая технология в 15 минут была не вредна, может даже где-то чуть-чуть полезна, помогая нащупать те области, где можно сделать продукты, услугу более лояльными, дружелюбными к клиенту. И как человек, который проверял это последний месяц, при самых разных обстоятельствах, там происходит интересная вещь. у тебя есть бесконечное количество идей, как можно сделать продукт лучше. Никто не отменял бархатистую тряпочку с постогуем и наждачку-нулевку. Шлифуй, не дошлифуешь. Но когда ты разбираешься с тем, что происходит на уровне эмоций и на уровне потребительского поведения, у тебя появляются как минимум два маяка, и тогда тебе не нужен этот список безумного мозгового штурма, потому что на все из этого денег не хватит и времени мало. У тебя появляются четко выделенные две области, которые как минимум надо решить, чтобы мама научилась сама пополнять баланс электронного билета. Друзья мои, в принципе, это все, что я хотел рассказать о Вьетнамской войне. Буду чрезвычайно благодарен вам за вопросы. Пока не зададите вопросы, никто не пойдет на перерыв. Спасибо за очень интересное выступление. Вы действительно очень профессионально его провели. Вызвали у нас эмоции, соответственно, мы многое запомнили из того, что вы нам рассказали. А вопрос... Линия на 8, квартира 79. Отлично. Ну, пока я... Пока открыта чакра в долговременной памяти. Мне интересен источник происхождения вот этих ваших идей. Это какие-то ваши личные разработки или вот вы упоминали некую книгу в вашем выступлении? О, книга для меня является идейным вдохновителем. Не только она, еще, не знаю, там, может быть, 234 других книг на эту тему. Но в области промышленного дизайна это точно Виктор Папанек как классик. Давайте про Виктора Папанек расскажу. Откуда идея моя? Виктор Папанек, по-моему, в 50-е годы цинично шутя на тему потребительского американского общества позволил себе написать официальный филитон, его можно найти и прочитать, где написал. Друзья мои, наше потребительское общество становится таким потребительским, ну, если там допустить одну орфографическую ошибку, все станет совсем понятно, что скоро промышленность начнет выпускать искусственных людей для сексуальных утех. Ха-ха-ха, написал Виктор Папанек. А дальше в этой книге дизайнер реального мира, у него написана концовка этой истории, говорит, через несколько лет мне звонок вечером раздается, поднимая трубку. Я про потребительское общество. И бархатистый мужской голос говорит, Виктор, не согласитесь ли войти в совет директоров компании, мы планируем выпускать резиновые куклы для сексуальных утех. Пу-ту-ту-ту, сказал Виктор Папанек. Но так вот шутка стала бизнесом, а с точки зрения креативности откуда-то все берется. некоторое время назад в США. Это такое своеобразное извинение, потому что я раздам вам материалы, где использованы картинки из интернета. Это воровство, вы можете привлечь меня к ответственности, имеете право, но я сознательно подставляюсь. Одна из компаний, которая выпускает резиновые куклы для утех, выпустила уникальный продукт сезона. Парная кукла, мальчик, девочка, Анжелина Джоли и Брэд Питт. Подставляете продажи. Покупали партиями, группами, а у нас сегодня вечеринка. Анжелина Джоли кусала локти, Брэд Питт бился головой об стену, они не смогли ничего сделать. Это было креативное решение, оно на грани фола. Оно преступное, оно креативное. Креативность проявляется тогда, когда нам нужно обойти закон, закон тяготения, ну или еще какой-то закон, без разницы. Находчивости все равно. Знаете, что сделали эти подлецы? коммерчески сексуально озабоченные. Они провели конкурс двойников Анжелины Джоли и Брэда Питта с победителями заключили контракт. Вот документ. И они старше. Ну, на год. Извините, вам там надо было договариваться. Ну, очень многие приемы мне приходится придумать. Этот прием был придуман под компанию X5, когда нужно было улучшить атмосферу и настроение посетителей у кассы. И я для них разработал этот прием и после этого тестировал в разных компаниях, в разных проектах, включая два своих. В моем СМС-обучении и в дистанционном обучении данная технология позволила найти две точки, где у меня падает конверсия. В СМС-обучении прямо в самом начале, что очень обидно. Денег еще не заплатили. Вот. А в дистанционном обучении на этапе, где центр закупки, технические, финансовые, закупщики-пользователи обсуждают потенциальное сотрудничество с моей компанией. И я проигрываю, и теперь стало понятно, почему. Ну, у меня не было шансов об этом догадаться, пока я не разложил кадры, не поставил эмоции, ну и не стал над этим думать. Вот. Еще два вопроса, помните, договорились. Стрелец. Еще один. Женат. Всегда. С 17 лет. Все, вопросы кончились, да? Спасибо вам за внимание. Друзья мои, здесь 50 экземпляров, я, к сожалению, не знал, сколько нас будет. Подробного описания методики с запрещенными картинками из интернета. Вот. Мне будет очень приятно, если вы найдете возможность, кому интересно, подойти и взять себе в эксплуатацию, да? Вот. Давайте сюда положим. Ой. Все-таки, да? Все-таки, да? Все-таки, да? Все-таки, да?